Экономика финансы. Материнский капитал на автомобиль предлагают пустить депутаты Госдумы. Правда, с несколькими условиями. Автомобиль должен быть новым, отечественного производства, с местами для пассажиров не менее трех, и стоимость его не должна превышать 1 миллион рублей. Если в течение трех лет семья продаст купленную на маткапитал машину, она будет обязана вернуть деньги обратно в бюджет пенсионного фонда. Надо сказать, что сегодня некоторые регионы уже разрешили своим жителям такое применение маткапитала. Например, Калининградская область, Ненецкий автономный округ, Ростов, Бурятия и Якутия. Госдума хочет ввести единообразие в этот вопрос. Законопроект рассмотрят в феврале. ВТБ в Хабаровском крае одобрил 102 заявки на 392 миллиона рублей по программе госсубсидирования покупки жилья на Дальнем Востоке. Вместе с Приморским краем и Республикой Саха-Якутия наш регион входит в тройку лидеров по активности спроса на эту программу. Особые условия для приобретения жилья в сельской местности. По 2% годовых можно купить дом или квартиру у физического лица. Если имеется первоначальный взнос в 30% от стоимости квартиры, то ВТБ оформит ипотеку всего по двум документам без предоставления справки о доходах. В целом ВТБ одобрил более 500 заявок по программе дальневосточной ипотеки. Общий объем их достиг 2 миллиардов рублей. Проведено порядка 100 сделок более чем на 300 миллионов. Принято на рассмотрение около 850 заявок на более чем 3 миллиарда рублей. Первый на ДВЖД новый тепловоз с поосным регулированием силы тяги прошел по маршруту Волочаевка-Комсомольск-на-Амуре-Ванино. По пути туда он доставил состав с нефтепродуктами, а обратно уголь. Новизна его заключается прежде всего в мощности. Допустимая масса составов выросла практически в полтора раза. С 4 с лишним тысяч тонн до 7 тысяч. Всего же на ДВЖД поступило 12 новых магистральных локомотивов. Тяжелые тепловозы позволят увеличить пропускную способность восточного полигона без дополнительных вложений в модернизацию инфраструктуры. Следим за новостями экономики.